это дерево будет спилено зимой может в общем последний год живет вот все выдержала манжурский абрикос помните в основании королевский абрикос сумасшедший урожай за всех 30 лет ну не 30 по отношению было где-то ну 28 лет ну 20 нет вообще двое-то 30 больше 35 лет вот это мое второе дерево посажено прилету на манжурец так все я это самое еще несколько веток еще цветет цвело но 98 процентов веток уже мертвых вот сергей жалуется все не могу и надо убирать смеется вот фотографирует на всю россию ослабят серега вот ради вот это ветки тут два плодика это химера это та самая химера вот которая не дает так сказать покоя мне не дает покоя броска латинкова вот потому что вы понимаете что такое химера ну теперь дальше что дальше я дождусь эти два плодика когда они заплодоносят вот им конечно дотянуться до 80 граммовых королевских плодов вряд ли помните какие плоды на нем растут вот так вот но манна манджурцы с плодами как было у родителя 15-20 грамм вот что-то получится дальше вот эти веточки пойдут ход я их тогда среду 15 штук 5 продал 10 выкинул вот увижу плодики и возьму туда в работу вот но я уже настолько стар и извините говорят к этим текстом не настолько это если бы узнали каких условиях я живу и какие хоромы нажил за свою жизнь получаться даже женщин быть скупаем русская сезапы и так вот это все я говорю почему потому что есть уже кто вот есть уже вот они мои друзья ой 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 господи еще не дай Бог присниться. Вот мои друзья Бродов, вот мои друзья Петерчук, вот мои друзья Казарин. Поняли, да? Так, теперь, дело в том, что очень, еще немножечко, и если бы не вот позавчера мы с ним ходили с Сергеем, а у него уже пензопила готова, я говорю, Серега, ждем, мне нужно вот эти веточки, а там уже спиливаем, потому что ослабят это 100%. Год особый, персики так подмерзли, а черешки с плодами стоят. Должно было быть наоборот, как было все годы. Что творится в этом свете, я сам не знаю. Но это же, и жить, есть смысл жить, понимаете? И вам хочу, чтобы не только я, вот, а вот чтобы вот это вот, вот это вот, теперь я знаю, для чего нужен смешанный сад, можно получать невиданные по вкусу окрас плоды. И по морозостойкости, Валентин Валентинович. Вот видите, я с друзьями разговаривал, а вы остальные хотите, слушайте, хотите уже отключайтесь. Господи, бейли, визу, вот этот вот, это так нужна ее диссертация была, чтобы она получила ученую степень, и начали на мозги путать. Как это важно для нашей России, практика попеременного пользования. Сколько у нас, так, теперь смотрим. Значит, вот когда я сказал, что вот это химеры, да, вот, кстати, химера веки недолговечная, видите, кстати, вот она появилась специально для меня, вот, этой ветке два года. Если дерево 34, представляете, перед самой смертью она выбросила вот это вот. Я везде ищу знак судьбы. Вот. Смотрите, еще раз, не обижайтесь, но очень редко на внимание внимание обращают. Дело в том, что Александр Куликам, он как раз, помните, критиковку, за что критиковал? Если мои абрикосовые, присвоили, мои красивые фотографии абрикосами, значит, свой вырастить, похоже, не смогли. Вот. Меня с авторами не взяли. То есть фотографии взяли, а меня забыли. Вот. Ну, это уже как называется, понятно. Вот. Но вряд ли это касается самого Александра. Он доцент, был несколько лет назад. Вот. Его хорошо ребрик знает, потому что он его печатал. Ребрик главный редактор. Вот. Извините за вот эту помарку, но что здесь написано? Это очень-очень важно. Я хочу еще раз, потому что я бы не стал этого делать, если бы Сергей не собрался спиливать вот это дерево. Итак, предположение о том, что дичок несколько облагораживается под влиянием прививки и может дать измененное в размере и качестве плоды, которого, судя по нескольким публикациям в Вестнике, сегодня придерживаются, например, известной садовой железы, Реевский считал положительно неверным. Понимаете? То есть, смотрите, есть ученый, который, он не стал говорить, ни на мою сторону не встал, ни на его. Я сто процентов уверен, что этой фразы бы не было, если бы он был согласен со мной. А он сослался на Реевского, представляете, кто такой Реевский? Основатель ботанических садов. Так, это не только, а тут не все написано про него. А вот, устал командовать, ой, не так. Короче говоря, директор департамента, потом департамент земледели, уже ближе, президент императорского российского общества садоводства. Ну, поверьте, он не больше, чем дачник для меня. Почему? Потому что, если вы возьмете его книгу, так, а он только расшифровал, Кулинкап, вот этот умеющий мужик, только одну главу, так, если вы возьмете его книгу, что вы в ней узнаете? Ну-ка, внимание, а? Вот. Возвращаться, гнёт, кто у кого передирал, ну, этот самый Реевский, 19 век, он не мог у неё передирать. Вот. А почему он, видите, какой у нас умный получилась эта, эстафета, когда человек что написал, а? Сейчас, ещё раз. Это не шутки всё, это всё серьёзно. Так. Это всё серьёзно. Где это, где это, где? Вологде где? Вот. Вологде где? Вологде где? Вологде где? А, вот, Бродов так, что пишет, при агротехнике удаляются все ветки, значит, уже получается, вот, она вот здесь все удалены, так. Выше, она же со звериным оскалом, ещё не сажала, ничего не поленюсь, покажу, вот, вот, вот ещё уничтожает, вот ещё уничтожает, учит, что даже замазывает, видите, да? Вот. Какая к чёрту может быть вегетативная гибридизация? А он жил в Крыму, а ещё где-то, если память не изменяет, хозяйничал ещё Хельсовской области, это 200 метров до Крыма. Поняли, да? Вот. Это одна причина, а есть вторая, я уже всё полностью раскрываю сам себя, вдруг, когда-то я скажу, это будет последняя самая, моя лекция. Я сегодня в серьёзных делах, может, кто попроще, может уже устали меня слушать, кому нужно на какую глубину садить, и больше ничего не интересует. Вот. Так вот, есть вторая причина, там, в Крыму, где рождалась его книга, где вот это вот самое, он не заметил, как сказал, не заметил бы, вот, сам доцент Тимирязевки, вот, не заметил бы, потому что там деревьям не надо напрягаться. Теперь один из моих постулатов примерно на память, хотя там чёткие формулировки на память, в дереве существует несколько чётких запасных вариантов развития. Так же, как у нас есть, были, когда мы были в младенчестве, жабры, вспоминайте, вот, и вспоминайте, что иногда родятся люди то с хвостиком маленьким, то с шерстью, поняли, да, всё это есть у деревьев. Почему? Да, будучи попали в землю в виде культурных роскошных деревьев, пережив множество катаклизмов, они выработали в себе способность менять генетику, ну, то, что мы называем фенотипом, ну, ладно, боюсь вас напугать, они просто приспосабливаются, у них выбор помирать или приспосабливаться. Что такое много мелких плодов? Это срочно дать потомство какомаксимальное. Выжила что-то из этого, пусть там из тысячи три, снова дали потомство, опять смотришь, и так, поколение за поколением, и вот вам нет, не дичок, а потом приходит с железом, сажает дичок на, сейчас покажу, на специальный подвой, подчеркиваю, специальный, вот так вот, и с помощью нескольких поколений, точнее наслоения ментора, и вдруг, внимание, идем дальше, и вдруг, о, поняли, да? Вы поняли? А теперь, пожалуйста, это самое как вас зовут, Александр? Хочется, извините, не знаю, вот, теперь скажите мне, согласился вводный или нет? У меня такое подозрение, что даже в Крыму сейчас такие не выращивают, не, может выращивают, все-таки, привозил же я с Версунской области этот самый, ладно, проехали, вот это вот я хотел сказать, что у меня есть свои козыри, я не болтун, а вам спасибо за то, что оказывается известный садовый железов, это ваша фраза, спасибо за нее, а то я вправду думал, что никто меня не знает в Москве, и уж тем более в Тимирязевке, вот, хотя, конечно, не могу вам просить, то, что вот так вот взять, присвоить фотографию, просто так, вот это садовый, вот, как то, вот,